Когда произносят слово «живопись», то любой более-менее здравомыслящий человек сразу обращается к истокам. Чаще всего в голове у него появляется светлый образ, яркое солнце Италии. И он понимает, что, конечно же, корни, корни что-то откуда? Оттуда корни современной живописи, всей практически которую мы знаем, потому что это Бакоголовый Чимабуэ, потом Джотто, потом Симоне Мартини, потом все эти художники Тричента, Кватрачента, наконец, Андреа Монтейни, династия Беллини. Ну и, конечно, Высокое Возрождение, четыре Титана, которых знают как королей, исключительно по именам, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Тициан. Ну и дальше как бы по списку, опять-таки, итальянцев, вплоть до Караваджо, которому мы обязаны, Кьяроскура и всей вот этой вот лепкой пространства, этим контрастом. И, наверное, отчасти это правда. И это правильно, потому что Италия действительно для искусства сделала очень многое. Но давайте понимать вот что. Когда мы с вами имеем дело с живописью, это, как правило, либо доска, либо холст, мы как бы незримо имеем дело с двумя большими процессами. Один процесс – это рисунок, второй процесс – это непосредственно живопись. И художник сначала наносит на холст или на доску, собственно говоря, контуры того, что он потом будет, грубо говоря, закрашивать. И в этом смысле, конечно, Италия сделала неоценимую услугу всему человечеству, потому что итальянская земля богата на мраморы. Куда лопату не воткни, то лакаона выкопаешь, то какую-нибудь Венеру, то Аполлону, то еще что-нибудь. И с этим постоянно сталкивались местные жители, естественно. И художники в Италии, именно в Италии, они увидели, что, оказывается, можно изображать человека. И человека можно еще изображать человекоподобным. И мало того, это красиво. А еще к тому же, как бы в Библии же написано, что Господь создал человека по образу своему и подобию. Значит, рисуя человека или лепя человека, вырезая из мрамора, мы таким образом прежде всего как бы поем осану Всевышнему. Ну, а тут еще к тому же подкатила идеологическая основа всего вот этого, потому что в середине 15 века из Константинополя, который, ну, уже все как бы здравомыслящие люди понимали, что Константинополь не жилец, потому что 29 мая турки взяли Константинополь. Один из мудрейших людей своего времени, никейский митрополит Виссарион, он вовремя как бы сваливает из Италии, из Константинополя, извините, приезжает в Италию, привозит туда библиотеку, подписывается знаменитая Флорентийская уния между Константинополем и Римским престолом, и под эту мулечку как бы Виссарион остается в Италии, остается вместе со своей библиотекой. А привез он туда, чтобы вы понимали, всю греческую классику, которая для Италии была еще в диковинку. Он привез древнегреческий язык, который для Италии в это время в диковинку, и с него, в общем-то, все начинается. Ну, а после него пришли все Николай Кузанский и знаменитый Джованни Дипико Делла Миранделла, который очень много написал о гуманизме. И, собственно говоря, это стало идеологической основой итальянского возрождения. Итальянское возрождение, прежде всего, что сделало в искусстве? Оно дало грамотный рисунок. Это прежде всего пропорции. Это то, зачем потом гонялся Дюрер. Хотя каждый художник сегодня знает, что мы пропорции ловим скорее интуитивно. Мы ничего там не высчитываем на калькуляторе. Дюрер был уверен, что ему срочно нужна книжечка итальянца Якопа де Барбари, который все рассчитал, сколько раз там фаланга мизинца откладывается в росте человека. Нет, это все безумно интересно. У Дюрера собственные исследования есть на эту тему. Но итальянцы действительно много уделили этому внимания. Но итальянцы сделали прежде всего что? Они сделали совершенно потрясающий рисунок. Они разобрались с рисунком анатомии человека, фигуры человека, лица человека. Они разработали теорию перспективы. Это тоже они сделали. Поняли, как очень четко ее можно отображать, как бы создавать вот эту вот иллюзию. Но это все рисунок. Все, что мы можем условно называть итальянской живописью, начиная все с того же Чимабуя и заканчивая Титанами Возрождения, это все скорее хорошая, грамотная раскраска в той или иной степени с хорошим вкусом. Потому что итальянцы работали, в принципе, с теми материалами, которые на сегодняшний день история, ну не история искусства, искусствоведения относят к графике. Поэтому можно сказать, что Италия дала живописи кости и идеологию, дух. А вот плоть дали Нидерланды. Потому что то, что сегодня считают живописью, это всегда масло. А маслом стали работать именно нидерландские мастера. И мы с вами перемещаемся на север. Когда появляется масляная живопись, она появляется где-то на рубеже 14-15 веков. И первыми живописами считаются Роберт Кампен. И следующее поколение художников, это братья Губерт и Ян ван Эйк, которых вы хорошо знаете по Генскому алтарю. Это чистейшее масло с разработанной технологией масляной живописи. Когда художник сначала делает рисунок на холсте или на доске. Ну тогда это чаще делалось все-таки на доске. Тем более на севере, тем более в Нидерландах. И только потом это все покрывается масляной краской. Масляная краска – это толченый минерал, растертый с льняным или каким-то другим маслом, который является в данном случае связующим. Масляные краски можно смешивать. Масляными красками можно писать как корпусно, то есть используя конкретно масляную краску. А масляные краски можно ожидаемо, так называемыми лессировками. И, собственно говоря, художники старые мастера, кого мы считаем старыми мастерами, они пользовались именно вот этими лессировочками, постепенно работая по поверхности. И, собственно говоря, благодаря соблюдению технологий у нас на сегодняшний день их работы сохранились лучше, чем многие работы импрессионистов, например. Нидерланды в этот период – это все то, что мы с вами сегодня понимаем как Бенилюкс. Это и Бельгия, это, собственно, и Нидерланды, это Люксембург, и это даже часть Франции, особенно вот северо-восточная Франция, это Артуа, это Пикардия. Поэтому все то, о чем мы с вами сейчас говорим, это вообще не те страны, которые сейчас. В то время это все огромная Бургундская империя. Причем Бургундская империя, она просто по своей структуре, а вообще-то это герцогство. Но империя именно потому, что в нее входит очень много разных земель. На территории Франции современной Германии – это Франш-Конте, это градство бургундское, это герцогство бургундское. А туда вот севернее – это Голландия, Зеландия, Фризия, Генегау, Люксембург, Лимбург, Фландрия, Брабант, опять же Артуа и так далее. То есть куча земель. И вот это вот все – это герцогство бургундское. И герцоги бургундские, которые на самом деле – они французы, они все капитинги, ну капитинги уже линии Валуа, следующей династии, они сидят одной очень хитрой задницей, скажем так, на двух очень удобных стульях. С одной стороны, они вассалы французского короля, с другой стороны, они вассалы и императоры Священной Римской империи. В принципе, как бы, их это обязывает, единственное к чему, к тому, что если в Париже, точнее в Реймсе, идет коронация, то надо поехать, подержать корону над головой следующего короля, потому что ты пер Франции. Если коронуют германского императора, надо съездить в Ахен и сделать примерно то же самое. Все. То есть, если один и другой в какой-то момент звонит Филиппу Доброму и говорит, надо выступить, значит, против кого-то, герцог Филипп будет еще очень долго думать, надо оно ему, не надо, и вообще, в принципе, может в какой-то момент договориться с английским королем против вот этих вот двоих, собственно говоря, чем бургундские герцоги и занимались. Поэтому, вы знаете, что интересно, как бы, уже давно искусствоведы заметили, что искусство хорошо развивается там и тогда, где и когда все хорошо, как бы, с населением, во-первых, его многое, но богатое. И, собственно говоря, именно это было в Бургундии и в Нидерландах. Поэтому с искусством это было все хорошо, как бы, и там, именно там возникает масляная живопись. И когда итальянцы с нею сталкиваются, то есть, у них отвешивается челюсть, они все вот это хотят, ну и в конце концов, так или иначе, к началу 16 века итальянцы знакомятся с масляной живописью. Собственно говоря, она становится интернациональной. Ну, а мы с вами сейчас подходим к Амстердаму. Почему я так долго говорю вам о живописи? Потому что вся наша сегодняшняя беседа это исключительно живопись. Но, опять же, немножко о голландцах. Голландцы вообще такая очень интересная тема, потому что как-то так сложилась их судьба, что у последнего, последнего бургундского герцога мужчины, я имею в виду, Карла Смелого, потому что женщина не имела права на герцогский престол. У него была единственная дочь Мария, которая не могла занять престол, могла только передать мужу. Поэтому получается такая странная очень вещь. Девочка выходит замуж, выходит замуж за потомственного Габсбурга, принца Максимилиана, который потом станет императором. И понимаете, что получилось? Получилось, что все вот это бургундское герцогство, которое в принципе было скорее все-таки французским, оно вдруг оказывается скорее все-таки немецким. И те же самые Нидерланды, которые еще вчера были роднее все-таки с французами, вдруг оказываются роднее с австрийцами, потому что Габсбурги это вообще австрийцы. А потом в результате как бы целого ряда браков Нидерланды вообще оказываются под испанской короной. Причем знаете, как интересно получилось? В начале 16 века так сложилась конъюнктура, что юный испанский король Карлос, который потом станет германским императором Карлом V, будучи сыном собственно говоря нидерландского герцога и принца Филиппа Красивого, он в Испанию, в Толедо, он и вальядолит, он привозит фламандцев, он привозит голландцев, которые занимают все места в правительстве. Испанцы в шоке. В Испании начинается настоящая революция, которая называется и вошла в историю, как восстание коммунерос, которое на самом деле протестует именно за силе фламандцев в Испании. Ровно через там полвека то же самое происходит в Нидерландах, куда приезжает огромное количество испанских чиновников, что совершенно не устраивает ни фламандцев, ни голландцев. И во второй половине шестнадцатого века в Нидерландах начинается самая настоящая революция, которая в принципе хочет свергнуть испанского короля и хочет полностью изменить стиль управления. То есть речь идет вообще об установлении республики. Ну, республика, знаете, такая, в сторону олигархии все-таки. И в результате революции, которая началась в шестьдесят шестом году, в тысяча пятьсот шестьдесят шестом году, мы с вами будем иметь дело с восьмидесятилетней войной, которая закончится только в 1648 году подписанием Мюнстерского мира. То есть почти столетие войны за независимость и за право существовать в том формате, в котором существовать мы хотим. Ну, мы как Нидерланды, я имею в виду. Получилось ли им сохранить полностью всю территорию и создать такое государство? Нет. Они потеряли большую часть территории. Причем сразу вам говорю, Соединенных Штатов не было. Англия была не та. Им, в принципе, никто не помогал. То есть они должны были как-то сгруппироваться и договориться между собой, сразу порешать, зачем мы тут все вместе и чего мы хотим. И они это делали, и параллельно они воевали с Испанией. Причем воевали с Испанией как. Знаменитый герцог Фернандо Альварес де Толедо, герцог Альба, он, в принципе, на всякий случай вырезал всю фламандскую и голландскую аристократию, потому что, ну, они, в принципе, возглавляли все военные действия. Один из немногих, кто спасся, был принц аранский Гийом или Вильгельм или Вилем, как его называли в Голландии. И вообще, это такой немецко-французский принц, потому что княжество оранж, оно находится вообще на юге Франции, в Провансе. И на гербе этого княжества апельсины, поэтому не удивляйтесь, но на штандарте голландских королей оранжевый цвет. И, кстати, на, собственно, флаге Голландии очень долго, Нерландов точнее, был этот оранжевый цвет, который потом скорее стал цветом, ну, это не красный, это такой, знаете, сицилийский апельсин все-таки. То есть, они сохранили верность апельсину, который возглавил эту всю борьбу за независимость. То есть, такая очень непростая история, на самом деле, у страны. И надо отдать ей должное, они выстояли, но, опять-таки, повторяю, что выстояли они не целиком. Если все Нидерланды, все северные земли, точнее, незимные земли, это примерно 17 провинций, да, то в результате как бы республика свободных провинций, это было семь провинций, это север Нидерландов, то, что достаточно долго было, в принципе, медвежьим углом, а весь юг остался за Испанией. То есть, Фландрия, Генегау, Артуа, вот то, что мы с вами сегодня знаем, как Бельгию, это все осталось, то есть, Брабант, это осталось все за испанцами. А на севере образовалась республика семи провинций. Но она опять-таки очень странная была республика, потому что при этом все равно у нее был монарх. И Аранская династия берет свое начало в самом конце 16 века и существует до сих пор на нидерландском троне, а сегодня, как вы знаете, Голландия, это вообще королевство. Ну, об этом чуть-чуть позже, а сейчас я хочу, чтобы вы увидели эту красоту. Это Рюекс-музеум в Амстердаме. Ряекс или Рюекс, можно и так, и так. На самом деле, это всего лишь государственный музей. И переводится именно так. И я хочу вам показать человека, благодаря которому он, в принципе, состоялся. Потому что человек этот, скажем так, обойден незаслуженным вниманием истории. Это младший брат Наполеона I, Луи Бонапарт, которого Наполеон сделал первым голландским королем. Собственно говоря, вот после него Голландия королевство, Нидерланды королевство. Но он именно король Голландии. Причем у Наполеона с Жозефиной был очень интересный проект. Бог не дал им наследника, поэтому они решили, что они получат наследника от боковой ветви. И Луи Бонапарт женился на дочери Жозефины Багарне от первого брака на Ортанс. Ее еще иногда называют Гортензией. В принципе, это одно и то же. И вот Луи и Ортанс должны были дать Французской империи наследника. И они действительно дали Наполеона Шарля, который умер, к сожалению, в младенчестве. Ну, а потом было еще двое детей. Следующий мальчик Наполеон Луи, который умер достаточно молодым. А вот следующий мальчик Луи Наполеон Бонапарт. Вы его знаете от Наполеона III. Это следующий французский император. Вот. Но Луи Бонапарт, став голландским королем, сразу стал голландцем. Он начал учить голландский язык. Он вообще решил, что его святая обязанность сделать все для того, чтобы народ, который живет под его скипетром, был абсолютно счастлив. И это тот редкий случай в семье Бонапартов, когда человек не вел себя как фельдфебель. Потому что у Наполеона была жена, да, господи, извините, сестра, которую он сделал тосканской герцогиней, Луиза. И сам он потом признавался своей же жене сначала одной, потом второй, что он боится депеш своих, своей сестры. Потому что когда он просит ее что-то сделать, после этого он очень быстро получает депешу от тосканской герцогини, которая ему пишет «Сир, ваше приказание выполнено!» И целый список того, что она выполнила, и еще куча вопросов, что делать дальше. Его, естественно, это напрягало. Но Луи напрягал его еще больше, потому что Луи вообще не понял сути. То есть его поставили быть обычным губернатором, а он решил, он искренне решил быть королем. И, собственно говоря, тот музей, который вы видели, это он дал ему титул королевского, потому что музей был основан буквально за пять или за шесть лет до того, как Луи Бонапарт стал королем. Но это был, знаете, такой музей на минималках. Да, туда вошла коллекция аранских принцев, которые сбежали из Голландии в этот момент. Туда вошли еще там несколько коллекций, но они ютились там в каком-то домике где-то, и только Луи Бонапарт перевез это все в Гаагу, которая тогда статус королевского и государственного музея этому музею. С тех пор, в принципе, это государственный музей Нидерландов. Ну, а он, как вы понимаете, на троне остался недолго. В 2010 году Наполеон сказал, что не надо ему такого счастья и попросил своего брата отречься от престола. Ну, и давайте пойдем в музей. Ну, и, конечно, сразу хочу начать с натюрмурта. Понимаете, в чем дело? В это время в Нидерландах, это у нас 17 век, это 17 век уже наступил, потому что весь финал 16 века Нидерланды и Голландия борются за свою независимость, а в начале 17 века уже потихонечку начинается мирная жизнь, уже начинают богатеть такие города, как Амстердам, уже там появляются художники. В результате к 1630 годам, то есть к молодости, скажем так, и зрелости Рембрандта, например, в таком городе, как Амстердам, было 2500 художников. И у всех была работа, потому что у всех голландцев были деньги, все голландцы хотели иметь свой домик, хотя бы маленькие домики, голландские домики, маленькие домики, и там много маленьких комнаток, и в каждой маленькой комнатке на маленькой сцене должна висеть маленькая картинка, а самая лучшая картинка в данном случае это натюрморт. Почему натюрморт? Потому что голландцы к этому времени они уже протестанты. Вся вот эта ваша религиозная живопись с Авраамом, Исааком и так далее, со всеми этими ангелами, Путти, Благовещение и так далее, это все уже нельзя. Нидерланды прошли через свой варварский путь, когда они уничтожали все то, что относилось к предыдущей эпохе, через это проходят все молодые нации. И вот так получилось, что к 30-м годам натюрморт один из самых популярных жанров. Хотя до этого времени это не так. Натюрморт вообще никто никогда серьезно его не рассматривал. Но именно в натюрморте голландские художники находят возможность неких аллегорических смыслов, как, например, здесь. Потому что, смотрите, вы видите серебряный кубок, который здесь лежит. С чем ассоциируется этот кубок? Да это потир на католической мессе. Который повалили. А вот стеклянный бокал, в котором белое, чистое, кристальное вино. Ведь молодое государство, которое уже начинает потихонечку страдать от коррупции, ничто так не ценит, как прозрачность. Поэтому прозрачность этого вина имеет огромное значение. Ну, кружка, всем все понятно. Пиво это национальный напиток. Что здесь делает лимон? Вы знаете, все очень просто на самом деле. Жизнь прекрасна и замечательна, но в ней всегда есть место горю. В ней всегда есть место кислоте. Не забывайте об этом. То есть, в принципе, лимон здесь выполняет функцию так называемого ванитас. Ванитас это вообще стиль натюрморта, когда, помните Гамлетт этот бедный Йорик с черепом? Да, очень часто в натюрмортах в эту эпоху принимает участие, как один из персонажей принимает участие череп, который все время нам говорит о том, что да, все это, конечно, тщательно, но, пожалуйста, момента моря. Помни о смерти. Рано или поздно это случится. Ну, чтобы не портить такой чудесный натюрморт, тем более, ну, как бы, вы же понимаете, что художники голландские, как бы, люди разумные. Они понимают, что места на картине не очень много. Столик весь заставлен. Куда тут втулить череп? Ну, некуда. Поэтому здесь эту функцию выполняет лимон, с которого сняли вот эту вот кожуру, с которого капает вот этот кислый сок, который есть, вот эта кислая капелька в нашей прекрасной, радостной, счастливой, новой нидерландской жизни. Ну, совершенно аналогичная вещь. Ну, смотрите, здесь художник все-таки еще делает такую поразительную вещь. Он на первый план, он выставляет хлеб, а там дальше стоит соль. Здесь есть, конечно же, христианские подтексты. При всем при том, что, как бы, протестанты, они в принципе не склонны как бы употреблять хлеб на своих местах и пить вино. Они считают, что это совершенно как бы католический обряд, но Библия и Евангелие у них все те же. И там четко написано, что Христос говорит апостолам, что он есть хлеб, а не соль земли. И вон она соль. Здесь это тоже есть. Но вино здесь, опять же-таки, прозрачное. Ну, и обратите внимание на то, как это написано. Дело в том, что вот эти все работы, чтобы вы понимали, это 20 на 30. Это 30 на 40. Это совсем-совсем маленькие вещи. Если вы посмотрите на тюрморты этой же эпохи, которые писались на 100 километров южнее во Фландрии, там был такой совершенно потрясающий художник. Франц Снейдерс или Снайдерс, и так и так правильно. На тюрморты которого это 3 на 5. И там фазаны, павлины, зайцы, рыба, то есть все овощи, фрукты, все-все вместе, как бы, амфоры с вином, еще брошена чья-то шляпа, и кто-то здесь забыл свои бриллианты, как бы, и какое-то жемчужное ожерелье. То есть, что такое фламандский натюрморт? Это вот это вот. Мы с фламандским искусством с вами столкнемся, когда сегодня пойдем в Маорисхёйс, пока что мы смотрим голландцев. И это большой метр. Здесь мы с вами имеем вот такими вот малыми формами, собственно говоря, именно поэтому в искусствоведении Российской империи появляется термин «малые голландцы». Его, кстати, нет ни в одном искусствоведении ни одной страны мира. Он есть только как бы вот в русскоязычном, в украиноязычном искусствоведении. И то, как бы вот надо отдать должное украинской википедии, из нее убрали статью о малых голландцах на украинском языке, хотя она там была, потому что действительно оскорбительно. Никакие они не малые, это просто небольшие натюрморты. И в Голландии в это время очень ценится и за это платят. Потому что, ну, имейте в виду, как бы художник имеет дело с достаточно простыми людьми, которые университетов не кончали и всему вот этому не обучались. Они понимают, что если они видят в небольшой картине то, что они видят и в реальности, и оно живое, и хочется это взять, это хочется выпить, и вода там действительно блестит, и бокал как бы стеклянный, и хлеб хочется откусить, это все так аппетитно, человек исходит из того, что к нему придут друзья и это увидят. И они скажут, Ханс, ну, это круто. А сколько ты за это заплатил? Да, всего шесть гульдена. О, какой молодец, как это круто. То есть, прелесть в чем? Купить хорошую вещь, хорошо сделанную за минимальные деньги. В этом весь кайф начала голландского капитализма. Это Вильям Калф. Зеркало в эту эпоху очень модный предмет и очень дорогой предмет. И зеркала, в принципе, могут себе позволить очень богатые люди. Еще незадолго до этого, в шестнадцатом веке, за зеркало в рост, например, требовали примерно столько же денег, сколько за фрегат. Сейчас уже, как бы, вот к этой эпохе с зеркалами стало полегче, как бы уже не таких сумасшедших денег за это просят. Но все равно у голландцев изображать зеркало и хочется, и в то же время это считается дурным тоном, плохой приметой. И вот почему. Потому что в той же самой Фландрии на сто километров южнее, в той же самой, например, маэстро Рубенс с удовольствием пишет зеркала, и вот эти вот католики с удовольствием пишут зеркала, и Веласки с удовольствием пишут зеркала, но этого делать не будем. А вот эту сверкающую, всеотражающую поверхность же изображать хочется? Хочется. И художник выходит из положения как? Серебряный кувшинчик. А в серебряном кувшинчике посмотрите, как красиво отражается лимон. Красота необыкновенная. Художник ставит перед собой задачу это изобразить. У него это получается, это покупают с огромным удовольствием. Вот это все голландцы любят. Ну а теперь смотрим Копенгагенский натюрморт. Я вам показываю эту вещь не потому, что здесь прекрасный наутилус, вот эта раковина, которую вы здесь видите, которая вправлена вот в эту оправу, это кубок. То есть ее вычистили, ее используют как кубок. Это красиво и необыкновенно. Кто был в Венском кустхисторише с музеуми, там огромное количество этих кубков. Оттуда вообще, если туда попадете, бегите оттуда, потому что там можно провести целый день, как у нас получилось. И здесь на этой вещи показано абсолютно все, что любят голландцы в это время. И ковер. У нас будет сегодня куча ковров, потому что это красиво. И вот эти кубки, и фарфоровая тарелочка, и какое-то золото, и какое-то серебро. И в эту эпоху самое важное, это очень четко, очень доходчиво для зрителя показать каждый материал. Зритель должен быть уверен. Это серебро, это золото, это лимон, это хлеб, это ковер и так далее. И посмотрите, как они это делают. Это очень сильное разрешение. Вы понимаете, что на самом деле это то, что мы с вами в конце 19-го, начало 20-го века называем как... Ну, это еще не дивизионизм, но это пуантилизм. То есть, вот такими вот точками, но очень в точном, правильно, в единственно правильном месте эту точку краской ставит художник. В результате вы отходите там на какое-то расстояние, и вы видите всю вот эту красоту, которую вы видели для предыдущего, где все это у вас превращается совершенно в драгоценный, понятный, вменяемый орнамент. А на самом деле это вот так. И это находят голландцы в 17-м веке. Первые жанровые сценки в изобразительном искусстве появляются тоже с нидерландским искусством. И мы с вами сейчас смотрим на одного из корифеев. Вы наверняка слышали эту фамилию. Это Герард Терборг. Бокал лимонада. Видели? Одна из самых известных, самых прекрасных его вещей. Но находится, к сожалению, в плену орков. Эта вещь очень долго была без названия. Вообще, вот эти вот все жанровые голландские сценки, о чем это кино, как бы знали только люди этой эпохи. Мы с вами этого не знаем, мы можем только догадаться. Как она только не называлась. И Визит Свахи, и Смотрины, и Светский разговор, и Наставление отца. Как сейчас она называется, я не знаю, честно говоря. Но здесь самое важное что? Посмотрите, что Терборг сделает с ее атласным платьем. Вот то, как Терборг пишет такие вещи, это что-то совершенно уникальное. Ну и, конечно, совершенно бесценное представление о голландском интерьере той эпохи. Если вы помните читу Арнольфини Яна Ван Эйка, там тоже есть красная кровать. Красная кровать в голландском доме. Это комната, в которой не жили. Это комната, которую надо показывать. Потому что приходят гости, гости должны видеть шикарные перины, красный полок, 15 подушек одна на другую. Хорошо люди живут. То есть это такая гостиная своего рода, что есть в принципе во многих культурах. И вот, собственно говоря, здесь в такой комнате происходит вот эта сценка. Да, они, безусловно, о чем-то говорят, но, конечно же, у всех внимание здесь приковано к ее спине, к вот этому платью, к вот этому затылку. И здесь еще есть один очень важный момент. Здесь есть праздник эротики. Дело в том, что, может, знаете, может, нет, самая эротичная часть японской женщины, как принято считать, в японской культуре, это затылочная часть шеи. Собственно говоря, она всегда была приоткрыта с помощью воротника кимоно. И то, как женщина держала шею, поворачивала голову, и как она поворачивала плечи, и то, как была открыта эта часть спины в кимоно, вот это все, мужчине говорило все об этой женщине, насколько она прекрасна. То же самое происходило в Европе примерно в эту же эпоху. Затылочная часть и шея, вот тыльная сторона шеи, это одна из самых прекрасных частей женского тела. Что там с ногами знали только замужние, женатые мужчины. Поэтому для всех остальных это была тайна за семью замками. А с Тербургом мы с вами будем еще сегодня встречаться. А это, ну, скажем так, если, если Рембрандт это золотая медаль голландского искусства, то Ян Вермеер Дельфский это серебряная. Хотя с этим, конечно, можно поспорить, потому что я лично Вермеера люблю больше. Может быть, еще и потому, что его, к сожалению, катастрофически меньше. Вермеера на сегодняшний день точно 33 штуки. Еще плюс три, которые, ну, Вермееру как бы приписываются, но есть вопросы. Совершенно удивительный художник, совершенно потрясающий, который был сначала как бы всем нравился, потом был забыт, потом был заново открыт французским журналистом Террибюргером в конце 19 века, который открыл его как бы опять для Европы, для людей, для импрессионистов, импрессионисты сказали вау. Ему отвел несколько строчек в одном из романов из цикла «В поисках утраченного времени» Марсель Пруст, то есть в конце 19 века, я к чему веду, Вермеер в какой-то момент проснулся звездой, если бы он был жив. А при жизни, вы знаете, когда я учился, нам говорили о том, что вообще Вермеер не продал ни одной своей картине, ну, или одну продал, и то своей тещи, вроде как, которая была несоизмеримо как бы выше по статусу, чем сам Вермеер, на сегодняшний день есть исследование, что нет, он чудесно продавался, он чудесно продавался, и, собственно говоря, до нас дошло, почему до нас дошло так мало картин, потому что, ну, остального Вермеера, потому что сейчас он такой дорогой на арт-рынке, что все его заныкали, то есть где-то они там в сейфах королей Персидского залива, а там где-то Вермеер там лежит. Ну, может, да, может, нет, не важно, не в этом дело, проблема в том, что его очень мало, получается, что за 20 лет, которые он действительно активно работал как художник, он прожил небольшую жизнь, всего лишь там 40 с копейками лет, из которых 20 там с копейками он был женат, и кто-то посчитал, я где-то читал, что он производил полторы картины в год и 0,75 ребенка в год. У него, у его жены было 14 детей, причем все выжили, там все как бы прожили там свое положенное время, кто больше, кто меньше, но период младенчества как бы пережили все. И, конечно, проблема еще была в том, что, опять же, уже тогда в Нидерландах кто-то посчитал, то есть у них уже были экономисты, которые умели считать, что нидерландский художник, у которого больше пяти детей, неизбежно будет банкротом. И с Вермеером это случилось. Когда он умирает, его жена остается с огромным количеством долгов, пытается продать картины. Кстати, его душеприказчиком будет Антон Левенгук. Они дружили, Левенгук, которых изобрел микроскоп. А это дворик в Дельфте. И вот вы понимаете, я когда смотрю на эту вещь, я вспоминаю бессмертный фильм покойного Соловьева Асса, где один совершенно конченый человек, но неплохой актер читает стихи Пушкина, кусочек из Евгения Онегина и говорит, вот ничего нет, а есть всё. Вот это эта картина. Ничего особенного. Но от неё невозможно оторваться, потому что здесь есть такая ленивая, красивая, спокойная действительность и реальность, там столько воздуха. Вермеер, когда ты с ним сталкиваешься в реальности, не картинка на стене, не репродукция, а живой Вермеер, это чудо, это счастье. У меня такое счастье произошло совершенно случайно, в другом месте, мы будем ещё об этом говорить, но я всё равно быстренько скажу, когда в огромном зале, в котором висели и Брейгель, и Рубенс, и Веласкес, куча звёзд, в простенке вдруг ни с того, ни с сего аллегория живописи Вермеера, боже мой, я мотюкнулся на весь зал, это услышали все, и все повернули, и все понимали меня, то есть все посмотрели на меня с пониманием, потому что, ну да, это внезапно, и это счастье, и это Вермеер, и это, наверное, один из, ну во всём случае, моих любимейших художников. То, о чём я вам говорю, да, ничего нет, ведь лица нет, ручек нет, и тем не менее она шьёт. Здесь не прорисованы, не прочерчены эти плиточки, но вы их видите, и вы знаете, что вот в этом месте текла вода. У него очень скупая палитра, и он очень-очень медленно и явно с удовольствием работает, и явно не на заказ, а ради своего удовольствия. Ну, опять же, он женился на барышне более высокого статуса, чем он сам, и как бы ну в начале их радостной совместной жизни как бы ну гроши в них водились. Ему не надо было прям зарабатывать, зарабатывать. А это кто у нас тут такой зелёный крокодил? Это тоже Вермеер. Ну понимаете, в чём штука? Вот вы спросите, да, почему такая зелёная? Опять же, как бы вот тут не Вермеер виноват. Вермеер пытался сделать всё для того, чтобы здесь всё было красиво, светло, наполнено вот этим вот солнечным светом, который льётся из окна. Кстати, Вермеер очень однообразен в этом смысле. На многих его работах вот с левой стороны окно, оттуда свет, сзади обязательно висит или карта, или просто голая стена, или картина висит какая-нибудь. Всегда одни и те же предметы. И понятно, что он писал дома и пользовался тем, что у него есть. И скорее всего, как правило, он писал жену. И он один из тех немногих художников, кто пишет с натуры. Потому что есть вещи, которые придумать невозможно. Их можно только увидеть правильно и показать. Но почему же она такая зелёная? Понимаете, в чём штука? Все художники, тем более в Голландии, они в конце работы, они свою живопись покрывали слоем лака. Этот слой лака, этот лак вообще, он сам по себе имел золотистый оттенок. И скорее всего, Вермеер, понимая, что этот золотистый оттенок будет, он не стал его использовать в своей живописи, которая под лаком. А потом лаком покрыл, и она засияла, засветилась. Что произошло потом? Потом произошли 300 лет. Лак потемнел. Что делают в таких случаях реставраторы? Ну, на заре реставрации реставраторы смывали этот лак для того, чтобы его обновить, что-то там почистить, что-то добавить, что-то дописать. Да, к сожалению, такое делается, это неизбежно. Вот. Потом опять как бы лак и вешаем на стеночку, и вещь как живая, как и не умирала. А вот когда смыли у Вермеера этот лак, то оказалось, что все. Под этим лаком оказался этот зеленый крокодил. И с этим уже ничего не сделаешь. А как они добивались вот того золотистого оттенка в том лаке, на сегодняшний день никто не знает. И что произошло? Произошло то, что происходит во многих государственных структурах. никто не хочет брать на себя ответственность, покрывать это каким-то лаком, потому что как бы чего не вышло. Потом скажут, ага, не получилось, и уволят. Понимаете? Поэтому и висит этот зеленый крокодильчик. А я вам хочу показать фрагмент этой вещи, потому что Вермеера можно рассматривать бесконечно. Да, всего лишь навсего. Вот видите, стул вот с теми заклепками с вот этим вот навершием. Там левик на самом деле. У него всегда львы как бы вот навершия этих стульев. Но вы видите, что там воздух за стулом. Там между стеной и стулом есть воздух. Да, реально можно воткнуть нос и этим воздухом дышать. Ну и вот это вот спица, на которой висит карта. То есть это нижняя часть, ну чтобы карта не сворачивалась. За которой тоже как бы, ну она же круглая, да, поэтому за ней как бы совсем небольшой воздух под этой картой, который вон здесь там чудесно читается. Карты Вермеера это вообще как бы это можно просто рассматривать бесконечно. Самое главное, чтобы вам дали лупу. Как бы и вы будете смотреть там все очень четко. Как бы некоторые карты, кстати, до сих пор сохранились. Они висят в музеях. Это его знаменитая молочница. Она тоже в Рейхс-музеуме. Вещь у них совсем маленькая. Совсем, совсем маленькая. Причем, знаете, Вермеер прошел через такой период как бы в своей жизни, как великого нидерландского художника, ну в своей жизни. Он уже умер в этой жизни. Сначала, когда он был жив, да, за его работу там давали там 600 гульденов, например. Уже есть такие сведения, что действительно за 600 гульденов покупали Вермеера. Через какое-то время там он умирает, его работы там распродают за 300 гульденов, потом за 200. Потом начало 18 века и уже как бы в каталоге Резоне написано, что за 50 гульденов на одном из аукционов там была продана эта вещь. То есть он сильно очень теряет в цене. И это происходит с очень многими его работами. А вот с молочницей никогда. Многие работы Вермеера вообще приписывали Питеру де Хоху, который в это время даже более известен, чем Вермеер, приписывали Рембрандту ради того, чтобы, конечно же, продать. А вот молочница всегда была вермееровской и она всегда была крайне популярной. Несмотря на то, что он здесь делает совершенно поразительные вещи, здесь такой угол горизонта как бы, да, что вот видите вот этот кувшин, из которого молоко льется. По идее, вот при вот такой струе, при таком наклоне вы в этом кувшине должны видеть молоко. То есть вот верх этой поверхности жидкости, да, вы должны его видеть. Вермеер не стал заморачиваться по одной простой причине. Его молоко реально льется. Как только мы там мысленно даже что-то добавляем, этот процесс тут же прекращается. А так как бы ты практически слышишь это журчание. Ну и то, как это написано, смотрите, что он творит. Видите вот эти точки? Вот, собственно говоря, вот это и есть чудо Вермеера. То есть он в совершенно конкретных местах вот этими точками он создает такую потрясающую иллюзию бархатистости, то есть не забивая там ими всю поверхность картины, как делал Синьяк, например, в начале XX века, когда всем понятно, что это чистейший выпендрёж. Здесь как бы если к этому ты не присмотришься, не увидишь, ты и не поймёшь, как это сделано. Но таким образом он добивается в принципе... Видите этот хлеб? Ну это хлеб. Как бы вот с хлебным мякишем, с корочкой, всё как положено. Поэтому всё это живое и всё это дышит, не говоря уже про кожу этой руки. Хотя надо отдать должное Вермееру. Он иногда грешит рисунком. Вот и хорошо бы как бы чуть-чуть больше поработать над пальцами руки. Ну ему интереснее какие-то другие вещи. И он понимает, что мы с вами посмотрим на эту руку в последний момент, тем более, что она находится в тени. И молодец, надо сказать. Так и нужно. Это тоже Вермееры. Вот такие вот жанровые сценки в это время это очень модно. Как вы думаете, что происходит? Вы понимаете, где мы с вами как зрители находимся? Мы в чулане. Мы из чулана подсматриваем за ситуацией, которая происходит там в комнате. А что там происходит? Там пришла служанка и принесла госпоже, которая занимается музыкой, принесла от кого-то письмо или весточку. И та внимательно слушает, что ей говорят и что будет дальше. Уже начинает думать. У нее как бы в голове уже возникает свое какое-то новое кино, связанное с ее личной жизнью. А мы за этим подглядываем. Это так интересно. Это было так модно. И всем так сильно это хотелось. Надо сказать, что Вермеер создал моду на вот эти вот полы. Вот таких мраморных полов во время Вермеера в Голландии не было. Но они всем так понравились, что после его картин такие полы стали делать. Это большой метр. Это не маленькая вещь. Это тот редкий случай, когда голландский художник пишет большую работу. Ну, во-первых, это Вандерхёльст, естественно, как вы понимаете. Это празднование подписания мира в июне 1648 года. Закончилась 80-летняя война с Испанией у голландцев и закончилась 30-летняя война во всей остальной Европе, кроме Англии. Потому что в Англии она закончится через год казнью короля перед банкетным залом Уайт-Холла, а вся остальная Европа празднует мир. Мир, наконец-то, наступил. И здесь мы с вами сталкиваемся с голландским ополчением. Ополчение было в каждом крупном городе. Это ополчение Амстердама. То есть это все те милые люди, которые являются, как мы бы с вами сейчас сказали, терробороной. И в этой терробороне в это время уже все те, кто собираются занять все самые важные главные посты в мэрии Амстердама. В это время эти люди, это поколение уже, скорее всего, не воевало. То есть это тот случай, когда война где-то там еще идет с испанцами, там периодически стычки, и вот они уже закончились подписанием мира. А это скорее такая вот мемориальная рота. Это своего рода клуб по интересам. Мы с вами сегодня с такой клуб еще увидим у Рембрандтона одной из картин. Но я вам показываю эту вещь вот для чего. Вот обратите внимание на формат этой картины. Вот я хочу, чтобы вы увидели, что там окно у них за спинами, за окном там еще парки. Вообще, ну как бы формат формат этой вещи, потому что я вам сейчас, например, покажу гравюру Якоба Кэтса, сделанную из этой картины, и вы будете очень удивлены. Вы видите, совсем все по-другому. У нас здесь очень много пространства наверху, как бы целое окно, и вообще как бы вещи совершенно другого формата. Почему так? Ну, собственно говоря, потому что это нормально. В какой-то момент картину решили перевесить, и там, куда нужно было ее перевесить, не было таких возможностей пространства? Что делать правильно? Ну, какой смысл в этом во всем? Ну, никакого. Сколотили новый подрамничек, обрезали лишнее, повесили на новый подрамничек, повесили на стену. Хорошо? Хорошо. Что, собственно говоря, и произошло с вот этой вещью? Ну, как вы понимаете, перед вами то, что принято называть ночным дозором Рембрандта Харминсовича ван Рейна. Мне очень нравится задавать вопрос, скажите, пожалуйста, как звали Рембрандта? Да, ну, как бы ваша секта уже это знает, и знала это всегда, что Рембрандта звали Рембрандт. А вот когда Рембрандта купили в Эрмитаж, в Эрмитаже об этом не знали во времена Екатерины II, поэтому в Эрмитаже на многих храмах написано P.Rembrandt. Поэтому, видимо, предполагалось, что он или Пауль, или Питер, или как-то так, на всякий случай. Да, это на самом деле ни разу не ночной дозор. Дозор этот вполне дневной и вообще не дозор. Скорее всего, что эта вещь называлась рота амстердамских стрелков капитана Франца Баннинга Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбюрха встречают королеву Марию Медичи. После Дня Дураков королева Мария Медичи была изгнана из Франции. Причем в прямом смысле этого слова. То есть в какой-то момент юный Людовик XIII сказал «Мама, вы достали, уезжайте». И мама уехала. Мама уехала, а в Голландии, в Амстердаме в это время, вы же понимаете, королей не видели от слова никогда вообще. То есть ну как бы привезли реальный аттракцион, приехала настоящая королева. То есть на это уж надо пойти посмотреть. Поэтому, естественно, они все туда собираются и скорее всего дело действительно происходит ярким солнечным днем. И мы в этом уверены, потому что вот здесь вот яркий солнечный луч, который нам освещает вот это место, где то ли просто очаровательная старушка, то ли юная девушка, похожая на очаровательную старушку, которая ко всему прочему там тянет какую-то курицу, куда она ее тянет и вообще чего она здесь изображена, как бы никто не знает. Но вы понимаете, это всегда подарок для искусствоведения, потому что это предмет для диссертаций. И можно написать очень много чего и пишется до сих пор и писаться будет еще очень много раз. И вот эту картину, да, ее обрезали, потому что сначала она висела в капитуле как бы вот этой вот роты, она уже абсолютно мемориальная эта рота и она чуть-чуть была больше вот с этой стороны, то есть здесь было больше барабана, здесь был еще карлик. И вот там буквально 20 сантиметров ее обрезали немножко на самом деле. А потом, кстати, уже вот ближе к началу 19 века, ну скорее всего в 18 веке, когда решили перевести эту вещь на площадь дам в ратушу Амстердама, которая сейчас Королевский дворец, то там оказалось, когда ее туда привезли, что про стенок, куда ее хотят повесить, он чуть-чуть меньше. Ну что делать? Ну как что? Взяли, обрезали, как бы натянули на другой подрамник, как чудесно повесили и чудесно висит. Она, кстати, совсем недавно, это я говорю для тех, кто, вы же понимаете, у нас идет запись, как бы мы выкладываем наши лекции на канале, поэтому если сейчас нас кто-то смотрит из Амстердама, то имейте в виду, что недавно закончили реставрацию, она сейчас опять висит, как бы ее можно спокойно посмотреть. Хотя до этого тоже посмотреть можно было, потому что нидерландцы, они вообще сделали потрясающую вещь. Они сделали такую стеклянную комнату, там висела эта картина, она то висела, то лежала, и вот прям за стеклом, вот это шоу за стеклом, как бы реставраторы работали на дореставрацию этой вещи, это, конечно, безумно интересно, там все зависали, потому что, ну, вы же понимаете, по самому Рембрандту пытаются это делать. Да, и на тему этой картины, конечно, очень много всяких фантазий, инсинуаций, начиная с того, что, ну, вот Гренуэй разрабатывал эту тему, что, скорее всего, между Де Коком и Ван Рейтенбюрхом скорее всего, были какие-то эротические отношения, потому что вот у него как алибарда, как бы вот, а еще, значит, тень от руки Кока, посмотрите, вот в этом месте и тянется к этой алибарде. Но, понимаете, в чем штука? Мы, конечно, все читали Фрейда, но банан иногда это просто банан. И алибарда иногда это просто алибарда. А Рембрандт Харминт Зоун Ван Рейн был реалистом. Если свет солнца, вот он дает такую тень, которая от руки Де Кока, который, наверняка, был доволен как бы тем, как его поставили в этой картине, падает вот на коллет вот этого вот лейтенанта, ну, в принципе, никто в этом не видел ничего страшного. Но, в конце концов, красота в глазах смотрящего. А здесь с этим как бы все в порядке, потому что вещь, конечно, это безумно красивая. И на нее уже можно спокойно смотреть. Этот художник был неожиданным и приятным открытием даже для меня. Я, честно говоря, никогда с ним не сталкивался. А это такой, знаете, самый настоящий нидерландский, можно сказать, импрессионист. Зовут его Хендрик Брейтнер. Это Сингельбрюк, это мост Сингель в Амстердаме, но посмотрите, что он творит с композицией. То есть, это же уже та эпоха, это вторая половина 19 века, когда европейское искусство уже знакомо с японской гравюрой. Когда они уже видели, что творил Хакусай в своих рисунках, он резал фигуры, как хотел, располагал, как угодно, это уже делают импрессионисты, здесь происходит ровно вот это. Вот он взял, как бы обрезал вот эту вот барышню в накидке. И, собственно говоря, вы знаете, меня всегда удивляло, как некоторые там, когда я учился, искусствоведы говорили, посмотрите на бояриню Морозову Сурикова, которая вот едет в санях в Сибирь, как бы в ссылку. Но вот ее сани реально едут именно потому, что Суриков вот так расположил эти сани, и вот под таким наклоном, и полностью сани, и еще следа для этих полозья, вот без этого следа, как бы сани бы не ехали. Может быть, я не спорю. Но вы понимаете, что она идет? Вот буквально секунда, и мы ее потеряем. Вот прелесть вот этой сиюминутности, которую Хендрик находит в этой картине. Вот через буквально секунду это все будет совсем по-другому. Останется только Амстердам, мост и снег. Боже, как красиво сказал. И не могу вам не показать вот эту вот его барышню в японском кимоно, потому что ну это так красиво, послушайте. Это что-то, ну вот прям и Уистлер, и Сарджент. Ну, конечно, нет. Понимаете, я когда говорю такие вещи, я говорю всего лишь о том, что это так же красиво, как у них. Нет, он это делает безусловно по-своему. И это у него так красиво, и у него такая вот целая серия вот таких вот около детей, да, вот таких девочек-эфебов в каких-то разных нарядах, которые вот то лежат, то сидят. Ну, и это совершенно потрясающе, это очень красиво, и это уже, считайте, как бы, ну, близкая нам понятная, как бы, почти что, как бы, современная живопись, конец 19-го, начало 20-го века. Поэтому Рюекс-музеум это как бы не только 17-й век, это практически можно считать до нового времени искусства, которое можно там смотреть, а сейчас мы с вами переезжаем в Гаагу. Перед вами дворец Маурицхёйс, на самом деле это королевская галерея Гааги, она совсем небольшая, домик тоже совсем небольшой, он принадлежал одному из принцев Аранского дома, которых не оставил потомство, поэтому государство с удовольствием прикарманило этот милый домик для картинной галереи. Но здесь, конечно, совершенно потрясающее собрание, на которое обязательно надо смотреть, находясь в Гааге, поэтому если вы сейчас в Гааге, идите в Маурицхёйс, Рубенс ни разу не голландский художник, Рубенс фламандский художник, да, как в том анекдоте про... Не беспокойтесь, чудесные женщины, я не католическая, я протестантская шлюха, Рубенс фламандец, но он висит в Маурицхёйс, висит в Маурицхёйс, почему? Дело в том, что... Вообще, про что это кино, да, это райский сад, это Эдем, понимаете, да, грехопадение, вот там уже за плодом тянется Ева, и я, кстати говоря, хочу вам, чтобы два раза не вставать, сообщить, что в качестве плода что только не выступало, и гранат, и яблоко, и апельсин, и груша, ну, киви разве что не было этим плодом никогда, потому что в первоисточнике не указано, что за фрукт, поэтому этим фруктом могло... А, кстати, и фига была, и инжир, и айва была, да, всё это было. Но я вам показываю эту вещь вот почему. Вот весь этот чудесный зверинец, все вот эти вот джунгли, в которой великое перемирие между животными, никто никого не ест, все чудесно сосуществуют, всё вот это написал не Рубенс. Рубенс это всё не писал. Рубенс когда-то, ну, не в юности, в молодости, попал в Испанию, его попросили написать портрет герцога Лермы, он написал портрет герцога на коне, герцог прекрасный, доспехи прекрасны, даже лошадь хороша, в принципе. Но всё остальное, как бы вся зелень, деревья, боже, какой это кошмар. То есть, в принципе, как бы в художественный Харьковский институт его бы не взяли. Ему бы сказали, иди ещё годик позанимайся, а потом придёшь. Но вот, с тех пор он больше такой ерундой не занимался, у него для этого был его отличный друг, которого звали Ян Брейгель. Это представитель династии Брейгеля, это уже не второе, третье поколение после Питера Брейгеля-старшего. Этого Яна Брейгеля называли бархат. Потому что то, как он писал цветы, то, как он писал растения, то, как он писал животных, это было совершенно невероятно. И Рубенс, как человек нормальный, он сразу же понял, что этим надо воспользоваться. И как человек порядочный, который дружил с Брейгелем, он всегда настаивал на том, чтобы под каждой картиной на раме обязательно было написано «Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель, Эдемский сад». Но понимаете, Рубенс был образованным человеком, и он знал, что, например, в Древнем Риме на форуме был храм Кастера и Пулукса. Но вечно куда-то торопящееся человечество, оно никогда не говорило, что давай встретимся у храма Кастера и Пулукса. Нет. Давай встретимся у храма Кастера. Все. И в принципе, как бы все авторы, которые упоминали это место, говорили «Храм Кастера». Чего еще писать Пулукса? Поэтому, в принципе, в большей части литературы, где вы встретите эту картину, будет написано «Питер Пауль Рубенс, Эдемский сад». О Брегеле могут не вспомнить. Ну, потом где-то могут написать «Да, кстати, Брегель сотрудничал и так далее». Но, как вы понимаете, Рубенс написал здесь, дай бог, чтобы четвертую часть этого полотна, все остальное записал Ян Брегель Бархатный. А это что за котик такой? Руки в боки, а я вам его обещал. Это Герард Терборг. Герард Терборг, которого мы с вами уже видели в Рюекс-музеуме, это его автопортрет. И это очень хороший его автопортрет, потому что остальные портреты, которые он писал, это кошмар, на которые невозможно смотреть. Человек, который так же, как и Вермеер, в принципе, удачно женился. Но он женился даже еще более удачно. И у него не было 14 детей, поэтому у него не было банкротства. Он женился, ну, практически на, можно сказать, на возможностях. Потому что благодаря своей жене он сразу же вошел, опять-таки, и в мемориальную роту стрелков, и в ратушу, и он стал одним из членов городского совета. А, кстати говоря, да, чтобы, опять же, чтобы в два раза не уставать, в Амстердаме было четыре мэра. И у них была ротация, они менялись. И почти что, ну, почти что не было коррупции. Почему не было коррупции? Потому что отработал один мэр, пришел следующий мэр, да, и он имеет полное право вообще проверить, что делал предыдущий и завести на него дела. в принципе. Поэтому, ну, старались лишний раз как бы не рисковать, не подставляться. Вот. И он, Терборг, достаточно богатый человек, и он живописью занимается для своего удовольствия. Поэтому все то, что мы сейчас будем с вами смотреть, это очень красиво. Он это писал для себя, для жены, для друзей, для продажи, безусловно, как бы, это тоже, это тоже был своего рода его бизнес. Когда его просили написать портрет, а портретами тогда зарабатывали, в принципе, все, начиная с того же самого Рембрандта, да, и заканчивая, ну, Вермеер только до этого не опускался, и заканчивая вот Терборг. Вот все эти заказные портреты, ребята, если вам захочется поржать, просто наберите. Как бы портреты, работы Терборга, как бы в интернете, на это посмотрите. Это полный кошмар. То есть, за такое исключают сразу после второго курса Харьковского художественного училища. И даже не спрашивают, почему у тебя не получилось, что пошло не так. Там все пошло не так. Но, по всей видимости, как бы голландцев, которые получали эти работы, наверное, как бы все устраивало. А вот себя любимого, ну, вот он пишет вот так. И понимаете, здесь, вы видите, что вы не видите его руки? Эти руки ничего он накрал. потому что руки в боки. Потому что, как вы понимаете, он доволен собой. Он показывает вам человека, которому не обязательно следите за руками. То есть, я ничего не делаю, я просто стою. Ну, красив, конечно, невероятно. А вот это его девушка, пишущая письмо. И тоже. Вот она пишет такое вот письмо у себя в спаленке, потому что вот этот шатер у нее за спиной, это не шатер на самом деле, это самая настоящая кроватка. И она скорее коричневая, а не красная, поэтому это не мемориальная, не парадная комната, это нормальные апартаменты. И вот посмотрите абсолютно на все, что здесь есть. На вот этот коврик, на вот этот вот столик, на вот этот атлас, который на ней. Оно все живое, оно настоящее. Голландцы на этом съели собаку. Для них это самое важное. В это время, в эту эпоху все остальные, итальянцы, французы, у них все одинаковое. У них все и волосы, и кожа, и одежда, и металлы, они написаны просто маслом. А голландцы металлы пишут металлом, волосы пишут волосами, атлас пишут атласом. И я вам хочу показать ее голову поближе. Вот, посмотрите, что он творит. Повторяю, эта вещь 30 на 40. Она малюпусенькая. А эта голова вообще вот с кулачок. И вот такое вот он творит. И в принципе, если не знать, что это Эрборг, если показать вот так вот, вот так вот прям крупно, то очень многие скажут, да, это какой-нибудь Ренуар конца 19 века. Потому что, да, почти что вот так писал Ренуар. Ну и, конечно же, жемчужина, скажете вы. И, кстати, девушка с жемчужиной, с сережкой у нас тоже сегодня будет. И я, честно говоря, не готов утверждать, что это жемчужина. Вот в случае с портретом Вермира, который мы будем с вами смотреть, там для меня все понятно. Здесь вот я не знаю, жемчужина или жемчужина, неважно. Но то, что это безумно красиво, и то, что она сосредоточена, и то, что она думает о том, о чем она пишет, здесь это читается очень четко. Это Франц Хальц. Мы с вами будем с ним встречаться в апреле на его более звездных работах, скажем так, которые висят в Лувре, потому что в апреле мы с вами говорим про Лувр, кстати. Такой спойлер маленький. Но я вам показываю Хальца вот почему. Вы знаете, тот уникальный, удивительный случай, когда блистательный художник, вы же видите, да? Вот его работы, которые считаются большими, законченными, заказными работами, это скука смертельная. То есть смотреть на это невозможно. С ним случилось то самое, что случилось с Рубенсом. Вы знаете, Рубенса висит очень много по всем музеям. И я практически всем рекомендую, что увидите Рубенса, бегите. Потому что, когда его много, то в нем можно утонуть. Особенно этот зал в Лувре, где картины, посвященные Марии Медичи, как бы заказные. Я просто видел людей, которые туда заходили, и больше их никто не видел. При этом, при этом, как бы, живопись Рубенса, это где-то безумно неинтересно и скучно. В конце концов, ты от этого устаешь. Но, вы знаете, у него такие этюды, глядя на которые, ты задаешь вопрос, Рубен, зачем ты превращал это в большие композиции? Оставь это все на уровне этюдов. Потому что его этюды, которые он пишет, как Тициан Метлой, вот в таком небольшом формате, это все живое, искрящиеся жизнью. Это, знаете, это близко к Антуану Вато. Это безумно красиво. И вот то же самое у Хальса. Вот этого собутыльника Хальс пишет за полтора часа. Ну, тут на самом деле делать-то, в общем-то, больше нечего, потому что, ну, дольше я имею в виду, да, потому что, ну, он это делает быстрыми, как бы, штрихами, кистью и масляной краской. Что здесь важно? Это мастер меча. Вот, я не устаю повторять, что хорошие художники, хорошие живописцы, они как мастера кендо. Их удары кистью, по холсту, они тем точнее, чем гениальнее этот художник. Вот то, как лепит эту форму, эту улыбку, это настроение, это кружево, этот кожаный комзол, эту шляпу, этот фон, как это делает Хальс, в это время этого не делал никто. И вот такие вот работы Хальса, они действительно на вес золота. А его огромные, большие композиции, он тоже, как и Рембрандт, писал, там, роты стрелков, там, почетных пивоваров Амстердама, там, лауреатов какой-нибудь премии. То есть у него тоже все вот это вот было. Вот это все дивно, дивно скучно. А вот такие вот его вещи, они совершенно необыкновенные. И вот посмотрите, какой ребенок, который тоже написан за 40 минут. И это вот такое тонда. Оно совсем-совсем маленькое, с совершенно живыми волосами, с живой улыбкой. И вы посмотрите на эти зубы, на эти губы. То, как он это делает. То есть здесь вообще нет проработки. То есть такое ощущение, что не глядят. Это бац, бац, бац. А как бы там сделать уголок губы? Да вот он там просто сажей газовой мазнул, да и все. А эти реснички, которых там нет и которые там есть при этом. Не говоря уже о том, что художник, работая над этой вещью, он не потерял самого главного. Он не потерял настроение этого ребенка. Это абсолютно живой ребенок. Несмотря на то, что вещь, как по тем временам считалось, сделана тяп-ляп. И вот эти хальцевские вещи, они вообще валялись по чердакам, чтобы вы понимали. Их вот в конце 18-го, в 19-м веках они начинают с этих чердаков вдруг появляться. Как бы и мир открывает для себя хальца. При его жизни это вообще совершенно не ценилось. «Слушайте, а то, что висит в Гемальде Гэллери в Берлине?» Я даже вам не буду говорить, что висит. У нас с вами будет про Берлин, я потом буду рассказывать. Там вообще, там его лучшая вещь. Ну, а это юный Рембрандт. Рембрандт только приехал в Амстердам. Это примерно 30-е годы, это 1630-е годы. Рембранду там чуть-чуть за 20. Он родился в 1606 году. И он уже, ну, можно сказать, что человек, который метит на роль живописца номер раз в Амстердаме. А еще, как бы, он у нас социопат. И он у нас жмот на отношения с людьми. При этом он у нас абсолютный транжир. Он хорошо зарабатывает, но он не умеет тратить деньги. Он тратит их на что попало. Он тратит их на павлинии перья, на горностаевые мантии, на какие-то бархатные береты, на какие-то уникальные стулья, на кальяны. А вот, а вот, как бы, на рынке, там, на аукционе появился Рафаэль. Надо прикупить Рафаэля, надо прикупить Циана. Нет, ну, это хорошее приобретение, конечно. Вот. Ну, а так, чтобы потратить деньги на простую амстердамскую девушку и попросить ее попозировать, нет, он не станет этого делать. В этом смысле он страшный, скряга. У него вообще, как бы, с женщиной такие своеобразные были отношения. Поэтому он нам пишет Андромеду, которая оприкована к скале, которой, как бы, ну, Персей еще вообще не ожидается, а ожидается чудовище, которое должно Андромеду поглотить. Но самое интересное здесь вот что. Если вы всмотритесь в это лицо, вы увидите, что он Андромеду пишет с себя. Потому что ему что, лень скукожить такую рожицу? Вообще не лень, послушайте. Тем более, что в Голландии есть целый жанр, который называется троний или троний. Как бы, это, ну, как бы сказать, это такой образ, архетип, рожица, проще говоря, да, и художники с удовольствием пишут эти тронии. Им это страшно нравится. Их пишут абсолютно все. И в том числе Рембрандт пишет. И у Рембрандта, кстати говоря, тоже, да, я об этом часто говорю, что, когда ты рассказываешь про Дюрера, ты постоянно говоришь о том, что вы знаете, ну, у Дюрера там порядка 15 своих автопортретов, поэтому Дюрер считается нарциссом. Удивительно, что Поль Гоген, у которого там больше 40 автопортретов, почему-то нарциссом не считается. А Рембрандт, у которого больше 100 автопортретов, ну, вообще нарциссом не считается аж ни секунды. Ну, и, наверное, это правда, потому что Рембрандту невероятно интересны вот эти вот состояния, выраженные мимикой лица. Если вы посмотрите автопортреты Рембрандта, он везде гримасничает. Он или улыбается, или смеется, или он пытается изобразить испуг или страх. Он, во всей видимости, что-то читал или видел у Караваджо. Караваджо тоже этим развлекался. И, по всей видимости, решил сделать что-то такое же, и ему это страшно понравилось. И, да, как бы Рембрандт достаточно часто у него есть работа, написанная им вообще совсем, совсем юным. Там, если не ошибаюсь, то ли 4, то ли 5 его автопортретов. Вот это такая жанровая композиция, где он себя написал 5 раз в разных хипостасях. Ну, а здесь он выступает в роли Андромеды. Ну, а это один из последних автопортретов Рембрандта. И надо отдать ему должное, что, когда он умер, и надо было все-таки рассчитываться по долгам, и его гражданская жена была этим озабочена. Пришли приставы, пришли судебные чиновники, которые описывали имущество, и сохранился документ, в котором вот такой судебный чиновник написал такую фразу. Он описывает разные работы Рембрандта, которые, естественно, без названий, но он пытается описать, что изображено, и в конце конца вы доходите до строчки, где он пишет «Портрет Господа нашего Иисуса Христа написан из натуры». Рембрандт умел. Он до такой степени был правдив в своей живописи, что, опять же, многие это от меня уже слышали, но я повторюсь. Про Рембрандта говорили, что если любой его портрет взять, снять со стены и положить, например, на пол, то есть поднять его с пола можно и не обязательно за край рамы, да, можно просто взять за нос портретируемого и поднять с пола. До такой степени объемно писал Рембрандт. Ну и вообще ни секунды не нарцисс себя он пишет с огромным удовольствием и не скрывает этого, я же говорю, что больше ста автопортретов. Это Карл Фабрициус. Вообще совершенно дивный художник, один из, наверное, все-таки голландских моих, во всяком случае, любимцев. Он считается учеником Рембрандта. Почему говорю считается? Потому что очень похоже по манере такое ощущение, что он много работал с Рембрандта, видел эти приемы, видел этот длинный рембрандтовский мазок. Но художник по-своему очень самобытный, очень сильный, очень красивый парень, надо сказать, есть его автопортрет, единственный, вообще не нарцисс, у него один автопортрет. к сожалению, погибший в Делфте при взрыве порохового склада. Погибший совершенно молодым, оставил совсем немного работ, писал так же медленно, как и Вермеер, у него есть совершенно дивный стражник, спящий стражник с металлической каской на голове, надо вообще видеть эту металлическую каску. Вот в ней отражается все, вот все, что было вокруг, все в ней отражено. А здесь он нам пишет щегла и то, что вы видите, это трамплей или, проще говоря, обманка. Такая картина висела внезапно на стене, примерно как Вермеер в Kunsthistorisches Museum в Вене висела внезапно на стене, в какой-то момент, как бы человек, который входил в комнату, развлечение состояло именно в этом. Он видел эту вещь, говорил, о, да у вас живой щегол, это так модно. Нет, это не живой щегол. Как не живой? Это написано до такой степени натуралистично, до фотографичности, что при быстром взгляде на эту вещь, вот эти вот жердочки, да, кормушки, на которой щегол сидит, как бы они прямо аж вытарчивали в пространство, и опять же, ну, посмотрите, за этим щеглом как бы есть воздух. Он сидит на цепочке. Вообще, щеглы были страшно модны, потому что их можно было научить приносить в малюпусеньком ведерочке приносить воду. И это было так красиво, как бы, ну, в приличных домах этим баловались, как бы, ну, и развлекали. Это же не то, что там, ну, скажи собаке, да, принеси, что собака приносит? Сосиску, да? Собака пока дошла, нету сосиски. А тут щегол как бы приносит, приносит в маленьком серебряном ведре водичку. Это же прелестно, прелестно. Ну, а так вообще он сидит как бы на цепочке. То есть, в принципе, совершеннейшая безделушка. Но эта безделушка так важна, она является кодом эпохи, что Фабрициус как бы пишет эту картинку. И это висит там же в Мауритсхёйсе. Ну, и мы с вами переходим, наконец, вот к этому пейзажу Делфта. Это все тот же Ян Вермеер. Это один из, это второй из двух известных на сегодняшний день пейзажей. Один мы с вами сегодня уже видели, вот ту самую улицу Аврёйкс-музеуми. А это Делфт. И тоже, кому только не приписывали этот городской пейзаж. И все тому же Питеру де Хоку, и Герарду Терборху, и даже одно время как бы он числился за Рембрандтом. Все лишь ради того, чтобы удачно продавать эту картину, пока в конце концов все-таки не обнаружили, что здесь вот прям в этом углу, вот там вот справа есть подпись Вермеера. Ее наконец-то увидели. Возможно, она была перекрыта рамой. Ну и, конечно, пейзаж этот звездой, как я вам говорил, уже сделал Марсель Пруст в своем романе «В поисках утраченного времени», где он упоминает одну из желтых стен, которые есть на этом пейзаже. Внимание! Раз желтая стена, два желтая стена, три желтая стена. Все три стены на сегодняшний день, они как бы спорят друг с другом, о какой упоминается в романе. Это как с Гомером, понимаете? Несколько греческих городов до сих пор борются за право считаться родиной Гомера. И на эту тему тоже написано целый ряд диссертаций, но уже среди литературоведов специалистом по Марселе Прусто. Им повезло, у них это есть. Вещь эта называется девушка с жемчужной серьгой. Она, к сожалению, очень сильно пострадала от времени, у нее были ресницы. Ресниц сегодня нет. Но здесь, уже столкнувшись с тем, что если прям с фанатизмом стирать лак с картин Вермеера, то девушка могла оказаться зеленой. Поэтому здесь была очень аккуратная реставрация, хотя все равно пострадала нижняя часть. Вот тут появилась зелень, которая не могла у Вермеера быть прям вот такой конкретно зеленой. А во всем остальном это абсолютнейшая тройней. Вот то, о чем я вам говорил. Вот такой маленький портретик, вот такой маленький образ, такая рожица. Внезапная ситуация. То есть девушка посмотрела, обернулась через плечо. Кто здесь изображен? Черт его знает. Мы не знаем. И никто не знает. И в принципе нам это не нужно, потому что из всего, скажем так, европейского искусства вот этого периода с 15-го по вторую половину 17-го века, наверное, два главных женских образа. Мона Лиза Джоконда и вот эта девушка с жемчужной серьгой. Ну и самое важное, самое главное, это бижутерия. Где вы видели жемчуг такого размера? Как вы себе представляете этого моллюска и его раковину, чтобы учудить жемчужину вот такую вот именно? Это самое настоящее стекло. И я вам хочу сказать, что бижутерию такого уровня научились делать тоже именно в Голландии. И Голландия в этом смысле вообще как бы в 17-м веке это страна, которая впереди планеты всей, которая заработала себе независимость, отгрызла себе кусок территории, стала единственной республикой, окруженная со всех сторон монархии. Но опять-таки повторяю, они были своеобразной республикой, потому что у них был принц Аранский, который был военным руководителем, проще говоря, должность называлась стадхаудер, держатель государства, отнюдь не король, а скорее тот человек, который в нужный момент должен оказаться в нужном месте и принять нужное решение. Все, всем остальным занимались советы в каждом городе свой, и как бы были все виды и формы республиканского правления, но безусловно с олигархическими очертаниями, что в принципе естественно. Ост и Вест инские компании появляются сначала в Голландии, только потом они появляются в Англии. В конце шестнадцатого века, когда в Голландии все еще в разгаре война за независимость с испанцами, но Остинская и Вестинская компании уже существуют, в это же время на другой стороне мира в Японии заканчивается период Адзутима Майяма, к власти приходят сюгуны из рода Токугава, точнее Токугава и Ясу, который закрывает Японию от всех. Португальцев вообще выгоняют через осечение голов, чтобы вы понимали. Единственные, кому позволяют торговать с абсолютно закрытой Японией, это голландцы. Больше никто. Ну, я вам хочу сказать, что, конечно, я когда готовился к этой нашей сегодняшней встрече, ну, естественно, я смотрю в Гугле огромное количество всяких репродукций, все это себе копирую, чтобы вам все это показать. И то, что мне очень сильно понравилось, я просто как бы... Меня история это покорила. На рубеже XIX-XX веков амстердамцы подарили юной королеве Вильгельмине подарили золотую карету. Ну, то есть, это была нормальная карета, но она была обшита листовым золотом, она была украшена живописью, все это было сделано в такое, знаете, ардеко в сторону раннего барокко. Ну, очень красивая карета существует до сих пор. И, в принципе, у них есть такой праздник День принцев или День короля, когда король или королева, они едут по Амстердаму как бы в этой карете, как правило, в парламент. Опять же, когда сессия парламента открывается, то король, сейчас король, тогда история, связанная с этой каретой, тогда была королева, его мать Беатрикс едет в парламент, значит, в этой карете. И вот эта история, связанная с королевой Беатрикс, которая ушла на пенсию, но она жива здоровой. В начале нынешнего века была какая-то очень большая выставка в Амстердаме, выставка эта была связана с связей между царствующим домом Нидерландов и домом Романовых, поэтому как бы из Российской Федерации туда приехали какие-то работы, какие-то картины, ну и какой-то чиновник от искусства сказал королеве Беатрикса, вы знаете, у Екатерины Второй, российской императрицы, тоже была золотая карета. Ну, правда, на сто лет раньше, чем появилась у вашей семьи, на что королева Беатрикса сказала, зато моя на ходу. И дай им Бог здоровья, а нам с вами еще не раз побывать в Ряйкс-музее и в Гааге в Мауритсхёсе. Субтитры создавал DimaTorzok